Просмотрим сегодня билд на метателя ножей, гранат и всего, чем можно кинуть. Плюс псионика. Я играю на сложности доминация, на классики. Тут уж сами выбираем, кому как больше нравится, классика либо диковинки. Сразу скажу, билд мне очень понравился. Главный босс игры пройден и в целом очень комфортно было играть. Плюс билд довольно дешевый в плане прокачки. В конце видео покажу немного финального боя, поэтому кто не видел еще главного босса и хочет сохранить интригу, конец видео тогда лучше пропустить, я предупрежу. И сразу один момент. Все параметры важны, все параметры нужны. В частности, на каждый параметр в игре есть проверки. Но, сами понимаете, все вкачать нельзя и размазывать тонким слоем характеристики тоже нельзя. Сила нам не нужна. Метательное оружие не получает прибавки от силы. Декса нужна максимально возможная. Это наша основная характеристика. Чем больше дексы, тем дешевле будет стоить метание ножей и сюрикенов. Берем 10 и дальше только дексу и поднимаем. Ничего больше. Агила, выносливость и восприятие тоже игнорируем. Однако, сразу предупрежу, кто играет первый раз, восприятие очень важный параметр для более подробного прохождения. Так как открывает дополнительные скрытые места. Их не так много, но все же они есть. Поднять восприятие можно некоторыми моментами, позже расскажу. Воля, берем 10 и нам этого хватит на всю игру. Интеллект, оставшиеся 3 очка закидываем. Интеллект 8, нам этого тоже хватит. Переходим к навыкам. Метание. Конечно, всегда максимум метания. Это наш основной навык. От него зависит урон. Чем больше, тем лучше. Мили и додж нам понадобятся для некоторых фитов. Но об этом позже, пока не качаем. Стелс очень важный навык. Чем больше, тем лучше. Я остановился на 139 навыка к концу прохождения. Но это не принципиально. Если где-то чего-то не хватает, можно смело навык делать меньше. Тут смотрим по ситуации. Но мне этого уровня навыка всегда везде хватало. Опять-таки число 139, но оно позже будет 139, не магическое. Оно рандомное. Было бы меньше, хватило бы и его. Я тут сейчас буду называть именно навыки, которые у меня к концу прохождения были прокачены. Просто так будет проще ориентироваться. Хакерство. Опять-таки к концу прохождения у меня навык хакерства был 68. Мне этого хватало. Открывать все подряд. Единственное что, в глубоких пещерах под конец игры было пару сундуков на 130 навыка. Я не открыл, потому что мне было лень надевать специальную экипировку, кушать гиперцеребрикс. Плюс один лорный момент. Он требовал 150 навыка и он не принципиальный. Взлом замков 46 было у меня. Больше не качал. Этого хватило открывать все. Ловушки было 16. Тоже число необязательное, пока мы их вообще не качаем. Тут надо понимать, что, к примеру, установка обычного капкана вообще не требует навыка. То есть с навыком в ноль в ловушках мы сможем установить обычный медвежий капкан. А установка уже с ядом капкана требует от 20 до 40 навыка в зависимости от уровня яда. Мины требует от 10 до 95 навыка. Тоже в зависимости от уровня мины и ее типа. Опять-таки, в игре есть предметы экипировки, которые увеличивают те или иные навыки. Механика была 44 у меня. Нужна для некоторых крафтов, в частности для создания ножей. Чем выше навык, тем больше пул пластин мы можем использовать для крафта ножей. Электроника была 98. В первую очередь для крафта энергощитов и псионических обручей. Химия 84. Для крафта гранат максимальное требование это 112. Биология 82. Для нас очень важно. Мы будем делать и отравленные ножи, и медицину. Плюс при желании и отравленные капканы. Максимальный чек биологии для крафта вкусностей. 150 навыка. 82 биологии. Мне как раз и хватило, чтобы дойти до 150 навыков под бафами и с некоторыми предметами. Притом это без использования дома и верстаков. Протяжка была 89. Чем больше, тем лучше. Шмотки мы сможем скрафтить. Все навыки. Контроль разума. Максимально 160 при воле в 10. Дальше темпоралка. Нужно 70 для взятия стазиса. Это тоже мастхэв. Без этого никуда. Плюс я еще вкачал где-то в середине игры. Метатермику на 160 взял. Так как было много свободных навыков. Но можно потратить эти навыки на что-то более другое. Это не принципиально. К примеру, прокачать социальные навыки. Убеждения. Торговлю. Это нам поможет в некоторых квестах. Плюс торговля нужна для того, чтобы у торговцев появились более лучшие предметы и материалы для крафта. У нас еще остается 30 навыков. На первом уровне нам желательно поднять химию, портяжку немножко и немножко механики. Значит, химия 15 нужна для обычных гранат. Для фраг-гранат нужно 15 химии и 10 механики. Если мы хотим сделать зажигательные гранаты, тогда нам нужно 10 портяжки. Зажигательная граната нам вначале очень сильно поможет для борьбы с крысами. Плюс можно остатки еще добавить тоже в механику. Потом уже докачаем механику до 10. Химию до 20, чтобы делать зажигательные гранаты. Протяжку пока можно так и оставить. Ну и дальше, что мы делаем с каждым повышением уровня, это вкидываем в первую очередь в метание. Немножко поднимаем стеллс-хакерство и взлом замков до тех уровней, что я уже говорил. И остальное размазываем. Нам нужно много химик, много биологии, побольше желательно портяжки. Электроники много надо будет. Ну, механики не столько много надо будет. Опять-таки, я уже эти цифры называл примерные. Что касается ПСИ, тоже контроль разума по максимуму делаем. И темпоралку до 70. Для чего я уже сказал. Плюс еще один момент, это синергия. Каждый навык имеет синергию от другого навыка и основной характеристики. В данном случае вот химия, 10% от биологии, плюс еще важен интеллект. Переходим к фитам, они же умения. Тут никаких сомнений. Берем быстрые карманы, это мастхэв для нашего билда и оппортунист. Возвращаясь к моменту о восприятии. Для нахождения скрытого есть фит ищейка. Он поднимает для этих моментов восприятие на 3, плюс есть адаптивные очки в продаже. Поднимают восприятие на плюс 1. Я играл без ищейки и в принципе меня все устраивало. Все остальные фиты и очки специализации, которые появятся после 15 уровня, я покажу уже на примере, на примере своего билда и объясню варианты. Уровень 30, Декса 18, все остальное у нас не поменялось. Навыки сейчас я немного медленно пролистаю и кое-что начну объяснять. Значит, в первую очередь, что касается Эмилии. Я уже говорил, пока ее вначале не качаем. Сейчас мы перейдем к фитам и там я покажу сколько на самом деле надо Эмилии. Потому что этот билд, я на нем играл, я на нем прошел, все в принципе прошел. И некоторые моменты, тут есть шероховатости, которые я бы поменял и сейчас я их как раз таки озвучу. То есть сделать его еще более идеальным. Поэтому Эмилии нам столько и не надо. Ну, додж, про додж я тоже по поводу фитов расскажу. Пока ничего тут комментировать я не буду. А что еще, что еще. Да в принципе все остальное более-менее нормально. Значит, переходим к умениям. Все фиты, которые мы получаем за выполнение заданий или в других ситуациях, они не принципиальны. Поэтому говорить, где их получить я не буду. При желании можно узнать на вики или оставить сюрпризом. Для взятия того или иного фита на определенном уровне необходимо планирование. Так как все фиты требуют те или иные навыки, характеристики. И если неправильно спланировать, то можно пропустить важный для нас фит. Про первый уровень мы уже говорили. Дальше все навыки размазываем по ранее предложенной схеме, но с учетом требований к фитам. Я сейчас медленно прокручу просто все фиты, чтобы было видно, которые у нас есть. Но дальше поговорим про каждый более подробно. Это единственное, что на фит бросок копья, на него внимания не обращаем. Его я в следующий раз бы не брал. Чуть позже, ну хотя чуть позже, сейчас в принципе расскажу. Этим фитом, то есть броском копья как-то урона очень много я не наносил. Да и в принципе на протяжении всей игры я этим броском копья не пользовался. Так что в принципе лично для меня этот фит был взят зря. На втором уровне довольно много вариантов, и все они варианты, так сказать, роскоши. Я бы взял или кожевенька, или управление питанием. Также в этот список можно добавить ищейку. Про ищейку мы уже говорили. Если хотим открыть больше скрытых мест, то берем ищейку. Если будем управление брать, тогда нужно раскидывать, чтобы у нас было ко второму левелу 15 электроники. Кожевенник, то нам необходимо 15 портяжки. Тоже это учитываем. К каждому фиту есть свое требование. Дальше я буду обращать только на последовательность, поэтому навыки распределяем под эти фиты сами. Третий уровень фит не получаем. Четвертый уровень берем гренадера. Также мы получим плюс одну характеристику. Распределяем, конечно же, в дексу. И вообще дальше все характеристики, которые мы будем получать, распределяем в дексу. На пятом левеле фита нету. На шестом берем пригвоздить. На седьмом нету. На восьмом берем смертельный бросок. На девятом нету. На десятом берем потрошитель. Также можно в додж уже вложиться. Нам необходимо 30 для фита. На одиннадцатом нету. На двенадцатом как раз таки разорвать путы. Требует 30 доджа, про который я только что и говорил. В тринадцатом нету. На четырнадцатом примедитация. В пятнадцатом нету. На шестнадцатом трехочковый. Семнадцатого нету. На восемнадцатом дистанционный хирург. Девятнадцатого нету. На двадцатом локус контроля. Двадцать первого нету. На двадцать втором психовременное ускорение. На двадцать третьем нету. На двадцать четвертом два за один. На двадцать пятом нет. На двадцать шестом нам уже доступны фиты ветерана. Поэтому берем обязательно повышение ловкости на два. На 27 нету, на 28 берем эксперт метания, 10% меткости На 29 нету, ну и на 30 я взял убийца-чудовищ, но можно взять что-то и другое К примеру, гипертоксичность, увеличивает урон, наносимый вашими ядами на 100 Но здесь надо кое-что сказать Яды наносят урона довольно-таки мало И в первую очередь использование отравленных ножей, ловушек нужно для того, чтобы контролить Либо увеличивать урон К примеру, рассмотрим на моих ножах Вот есть метательный нож с ядом пещерного уха Увеличивает на 50 биологический урон Соответственно, кидаем метательный нож с ядом могильщика И этот биологический урон увеличивается на 50 Но, как мы сами видим, да, 7 урона за ход в течение 5 ходов Но можно настакать 5 раз Но это первоначальные ножи, тут есть еще разные-разные ножи Но в основном они для контроля используются Например, метательный нож с ядом краулера Тоже наносит урон, 10 урона за ход в течение 2 ходов Но также через 2 хода будет жертва оглушена на 2 хода Если яд не был вылечен Но, понятное дело, яд никто особо не лечит Особенно если это какой-нибудь мутант Ну, дальше рассмотрим ножички, которым я пользовался Вот яд прокаженного змея Увеличивает механический урон Вот благодаря яду прокаженного змея и яду сердцееда Я, в принципе, босса, считай, победил Ну и плюс еще яд пещерного уха Значит, а что делать яд сердцееда? Вот это как раз-таки тот момент, когда гипертоксичность очень хорошо помогает Тут что написано? То есть 3 урона за ход, это ерунда Но если яд не был вылечен до истечения срока его действия Он нанесет большой урон за каждую единицу этого эффекта Вот чтобы говорить цифрами, да То 5 стаков этих ножей, 5 стаков этого яда Это 225 урона И этот 225, соответственно, становится 450 Благодаря гипертоксичности То есть 450 урона за 3 хода Тоже как бы неплохо, особенно учитывая, если есть какие-то враги Которые не пробиваются механически Ну, в частности, главный босс Поэтому гипертоксичность тоже фит, который можно рассмотреть Ну, либо убийца чудовищ Все эти фиты, как я уже говорил, нужно планировать Но прям строгой последовательности взятия нету Мы просто их берем, если надо, меняем местами Это чисто мое такое зрение на данный момент В данном прохождении Переходим к специализации Очки специализации Их всего у нас 15 штук Дистанционный хирург Это опять-таки обязательно Защита целей уменьшается Мы больше уродного наносим Берем смертельный бросок И мы всегда наносим, если ниже 35% здоровья Всегда наносим крит урон Это тоже опять-таки очень-очень хорошо То есть смертельный бросок Смертельный бросок И дистанционный хирург Без этого никуда Все остальное, оно тоже не принципиально Тут остается всего-то, в принципе, немного Два очка специализации Тут либо берем, что нравится Из всего списка, да Доступного И либо, ну, в моем случае Мне еще нравится разорвать путы Так как я взял разорвать путы фит Дополнительно 10 очков передвижения В этом случае не были бы и лишними Также я взял 2 за 1 При бросании двух ножей На 2% увеличивается урон Все моменты вроде рассказал Показал Если есть вопросы Пишем В комментариях Либо в дискорде Дальше будет момент сражения С финальным боссом Опять-таки предупреждаю Кто не видел его Кто хочет оставить это сюрпризом Не смотрим И тогда че что на этом Спасибо за внимание Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok